Мне не нужно видеть группу, как она представляется мне в моих глазах и в моих материальных ощущениях. Это совсем не называется группой у нас. Ты понимаешь, понятие группа — это соединение тех желаний, которые стремятся раскрыть Творца. И эти желания для того, чтобы направить себя к Творцу, должны соединиться между собой и в центральной точке соединения между собой, когда все тянутся к центру, в своём центре там они раскрывают Творца. И этот центр, по сути дела, является взаимным беспокойством, чтобы все вместе были равными в этой точке. Это называется Малхут Бесконечности, где мы соединяемся вместе, когда все силы, все эти векторы направлены к этому центру. И все девять первых сферот, то есть все свойства, в которых мы можем представить себе отношение Творца к Творению, мы тоже направляем их к тому же центру. Мы хотим уподобиться Творцу, как Он относится к другим. И мы таким же образом каждый из нас по отношению к другим. И это называется так же, что всё тянется и всё соединяется в этой центральной точке. И когда мы таким образом представляем её себе, эту центральную точку, называется, что тьма светит как свет, поскольку высший свет не уходит от девяти первых сферот, но поскольку было сокращение только в центральной этой точке, и мы желаем увести это сокращение, подняться выше него, подняться с этой тьмой, с этой точкой тьмы, с экраном и отражённым светом. И таким образом мы возвращаем свет к девяти первых сферот, а сама точка тоже затем начинает светить, и она светит сама в шесть тысяч лет в девяти первых сферот с экраном и отражённым светом. А затем есть у нас отмена левоэвен, каменного сердца, и тогда эта сама точка тоже светит и получает внутрь себя даже высший свет. Мы не понимаем, каким образом это происходит, поэтому он называется выход хоров, и одна разрушенная, что разрушена весь этот подход второго сокращения, и приходит уже первое сокращение. Но что я хочу сказать, что это центральная точка, где группа видит саму себя соединённую буквально в точке, без всякого отклонения, в этой точке ни у кого. Она является точкой раскрытия Творца Творения. И это именно та точка, где находятся все экраны, все отражённые света, и всё это приходит затем к каждому.